В условиях самоизоляции многие из нас вновь вспомнили о значимости семейных традиций и ценностей, главные среди которых взаимопонимание, поддержка и доверие. 8 июля в православном мире будут чествовать святых Петра и Февронью, являющихся олицетворением семьи, любви и верности. Прекрасный повод отпраздновать эту дату со второй половинкой, а может быть назначить день будущей свадьбы. Отношения Петра и Февроньи – образец любви, верности, преданности и самопожертвования, тех качеств, без которых невозможно построить счастливую семью. Поэтому не случайно день памяти святых Петра и Февроньи – 8 июля. Последние годы отмечается как Всероссийский день семьи, любви и верности. Петр и Февроньи жили на рубеже XII-XIII веков. Святой Петр был князем Муромским, и однажды, заболев тяжелой болезнью, он слышал, что есть в деревне крестьянка, которая может лечить разные болезни. Вот, обратившись к ней, он получил от нее исцеление и обещал на ней жениться. Но с какими-то обстоятельствами он не исполнил свои обещания и заболел этой болезнью опять заново. И уже когда, обратившись к ней повторно, вспомнил свое обещание и, скажем так, выполнил обещанное, получил исцеление. И история рассказывает нам о том, что с этого момента настоящее семейное счастье и любовь были в этой семье. Размышляя о жизни святых и смысле их духовного подвига, надо понимать, что в XII веке отношения между князьями и простолюдинами были более суровыми. Объединить столь чуждые слои общества могла лишь истинная любовь. Сразу же после сочетания браком, из-за того, что она была из простого рода, бояре Мурома подняли восстание и потребовали удалиться к княжеской семье, либо развестись с женой. Конечно, он выбрал первое, не оставил семью и вместе с ней удалился из города. Через некоторое время, из-за того, что бояре не могли поделиться с этой властью, вспыхнули восстания, и они, вспомнив о добром князе, с покаянием попросили его вернуться. И с тех пор он был мудрым правителем вместе с своей супругой. До последних дней они были вместе, и уже в старости удалились оба в монастырь. Он, конечно, мужской удалился в монастырь, Феврония в женский монастырь. И как они Бога омолили, так и получилось, что они умерли в один год, в один день. И у них было завещание похоронить их в одном гробу. Но люди посчитали, что негоже монахам быть вместе в одном гробу, разделили их в разные, приготовили разные могилы. И несколько раз подряд, каким-то чудным образом, они оказывались оба в одном гробу, тем самым показывая, что даже и в этот момент они будут вместе. Следуя примеру святых Петра и Февронии Муромских, люди стремятся прожить в гармонии. И 8 июля отдают дань памяти молитвой. В этот день верующие христиане молятся о семейном благополучии. Есть такая традиция, что в этот день заключается соглашение о браках. Сейчас такая традиция не часто встречается. Но раньше собирались вместе родители, заключали договоренность о будущей свадьбе. И с этого момента люди становились женихом и невестой. То есть будущим мужем и женой. Молятся о том, чтобы в семье было все благополучно, чтобы Господь благословил брак людей, верующих, кто обращается к этим святым угодникам. Дорогие леневцы, дорогие братья и сестры, всех с наступающим праздником Петра и Февронии. Это праздник святых угодников Божих. И этот праздник также является для всех россиян праздником семьи, любви и верности. И также с наступающим праздником Рождества Иоанна Крестителя, который празднуется 7 июля. Это великий подвижник, притечий, креститель Господень. Один из самых почитаемых святых. Проповедовал о пришествии Христа на Иордан незадолго до приходя Христа. Поэтому называется Иоанн Притеча, Иоанн Креститель, потому что он крестил людей в покаянии в воде Иорданской. Церковь очень почитает этого угодника Божьего по словам самого Христа, что среди рожденных женами он самый первый. То есть великий святых, он самый почитаемый, самый великий молитвенник. Вот именно молитва этому угоднику Божьему и является традицией в день святого Иоанна Крестителя. Все прочее, что, к сожалению, находит место в наших традициях людей, это, конечно же, язычество. То есть так называемое Иоанна Купала. Иоанна Купала никакого отношения, конечно, не имеет к православию. Но если человек интересующийся историей, конечно же, тоже может понимать, что это за праздник. То есть люди называют якобы это древнеславянскими традициями, на самом деле это неправда. Первое упоминание вообще о Купаве, о якобы божестве, было только в 17 веке. То есть задолго после того, как древнеславянское язычество уже кануло в лето, после прихода христианства. Ну а сами традиции Купановские, то есть прыгание через костер, купание, это тоже где-то век 15. То есть, конечно же, люди, жившие по своей простоте, как правило, в христианском быту, большое значение придавали уборке вырожая, солнцестоянию, которое в эти дни примерно выпадает, разнообразили вот этими вот языческими традициями этот праздник. Но, повторяюсь, он ничего не имеет отношения ни к христианству. Ивана Купала Ни, кстати говоря, к славянскому древнему язычеству, которое, как я сказал, кануло в лето после принятия христианства. Еще раз всех вас, дорогие, мы поздравляем с этими праздниками. Храни вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok